Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Сегодня у нас же понедельник, 4 апреля, и я решила начать снимать новый вязовлог и постараюсь захватить как можно больше дней, своих дней, больше процессов, что я вообще успею связать на этой недельке. Понедельник у меня начался с новой игрушкой. Я начала в воскресенье вечером, но закончила уже в понедельник и уже готова вам ее показать. В прошлом вязовлоге я говорила, что я буду готовиться к ярмарке, которая состоится 23 апреля в городе Анапа, и как раз таки нужно навязать серию игрушек. Это вот небольшой такой стимул вновь собрать свою коллекцию игрушек. Я давно смотрю на девочек, которые тоже вяжут свои игрушки. Меня очень вдохновляет канал Кристины. Она вяжет постоянно своих игрушек, и у меня своя коллекция. И один из первых людей, который меня вдохновил вообще на этот, так сказать, вязальный подвиг собрать свою коллекцию. Как-то у меня были уже попытки собрать игрушки. У меня есть мишка-зайка, лисенок, жирафик, тигренок. Но на этом моя коллекция остановилась. То есть я как-то пошла в другом русле, больше как в мастер-классе бесплатной. Но решила, что все-таки я хочу, и у меня вновь поймалось вдохновение, и опять я все-таки решила начать. Первая в коллекции, первая обновленная версия из моего старого мастер-класса, это быть жирафики. Я их уже показывала в прошлом влоге. Сейчас я вам их тоже покажу, но не буду зацикливаться на них, потому что это готовые работы прошлой недели. Вот таких вот два жирафика из новой коллекции у меня связались. Здесь тело остается идентично, просто изменяется голова и маленькие детальки. Совсем вяжутся по-другому. На этой недельке я начала с бегемотика. И, конечно же, у меня связался уже бегемотик. Такой темно-серенький бегемотик. Вот такой вот получился. Также есть хвостик, свитерочки. Несколько полосочек у него для узорчика. Только единственное, они сделала на рукавах. Решила, что рукава будет однотонная. На бегемотике я не делала еще тонировку, как у жирафиков. Подумала, что на темной пряже будет не очень смотреться. Это пряжа Ярнар Джинс. Он темный оттенок. И решила не портить бегемотика, пока оставить без тонировки. Хочу повторно связать такого, что только в светлой оттенке серого. И посмотреть, как будет уже смотреться на нем тонировочка щечки. И, конечно же, тонировочка ушек. В принципе, такой вот бегемотик у меня получился. Глазки у всех одинаковые. Это у нас получается размер номер 6. Все они на данный момент у меня немножко вставлены и подклеены. Потому что я сначала вяжу основу головы, пришиваю мордочку. И чтобы уже понять, на каком расстоянии и в каком месте будут у меня глазки, уже они будут... Точнее, они уже прикрепляются в последний момент. Но когда будет новая игрушка уже вязаться, они будут уже крепиться совсем иначе. Так. Два номинования у меня в коллекции. Жирафик и бегемотик. И к бегемотику я связала еще шарфик. Я хочу еще дополнить все игрушки шерстяными шарфиками. Но это уже, знаете, если будут заказывать, это больше как по желанию. Кому оставить шерстяной, а кому-то перевязать из пол хлопка. Если вдруг там деткам до 3 плюс будет эта игрушечка. И я пока связала два оттенка, не знала, какой выбрать. Связала пока два. Думала, к зеленому свитрочку подойдет бирюзовый шарфик. Но он как-то не очень смотрится. Кремовый больше смотрится. Это все ализе. Это плюс ализе. А это просто Лана Голд. По-моему, да, светленький, смотрится круче. В общем, такие вот у меня процессы на понедельник. Точнее, уже готовые результаты. Результатом я своим довольна. Мне очень нравится, что у меня получается. В дальнейшем я уже начала вязать игрушку. Это у меня по классике мишка коричневого оттенка Ярна Джинс. Только начала с макушки. Еще пока не связала. Планирую за вечер понедельника и во вторник уже закончить. И к этому же мишке пойдет серия пандочки. Так как они будут связаны по одной схемке. Только расцветка будет у них другая. Мишка и пандочка. И также хочу просто попробовать связать эту же схемку. Только в расцветке Винни-Пуха. Оранжевый Винни-Пух, красный цвет и ручки. В общем, такие вот планы. У меня связать три игрушки. А там уже посмотрится успею. Или к концу вторника связать или нет. Либо захвачу в среду. Как бы тоже на каждый день я написала список небольшой. Написала небольшой список. Мне муж распечатывал листочки. И тут по мелочи. Что я вообще хочу собрать в коллекцию. И что я вообще планирую связать. То есть, на понедельник у меня готовы три игрушки. Вот видите, это мишка Винни. Я хотела начать в понедельник. Но решила начать с коричневого Винни-Пуха. Решила начать с коричневого медведя. По классике. А там уже буду подстраиваться. В общем, если успею. А среда у меня стоят лисенок и еночек. Тоже одна схемка. Только расцветки разные. На четверг, на пятницу еще ничего не думала. В общем, такие вот маленькие процессы как бы есть. Поставила себе цель. И немножко двигаюсь к ней. Поэтому на понедельник у меня новостей больше нет. Я буду вам говорить пока. И встретимся уже во вторник. Пока. Так, ну что. У нас уже сегодня вторник. Ближе к вечеру. Практически 7 часов вечера. И у меня есть показать вам свой отчет. Вот за этот день. За вторник. Конечно же, я уже связала игрушку. Начатых процессов у меня нету. Я успела только довязать. И сразу же отснять вам отчет. Получается, за 3 дня у меня вяжутся 2 игрушки. Не так уж много. Но процесс сам движется. И то это очень хорошо. Здесь мои связанные игрушки уже лежат. 2 жирафика и бегемотик. И в коллекцию у меня попался медвежонок. Мишку я вам уже показывала. Начало головы. И вот полностью связанный мешутка. Так сказать, это мишка. Мишка-косячок. В общем, я так назову его. Мишка-косяк. Я не знаю, как бы еще более ласково назвать. Получается, первый косяк был у меня в мордочке. Я изначально пришила криво мордочку. Точнее, не то, что криво пришила мордочку. А не за тот ряд зацепила нить. И получается, когда я вставила глазки номер 6. Они маленькие. То вот этот вот косяк, вот где глазок очень сильно бросался. И я решила сделать глазки номер 8. И немножко их подклеить. И клей, короче, у меня тут вылез. И, в общем, такой вот первый косяк у меня на глазах. А второй косяк я на свитере пропустила один ряд светло-фиолетового оттенка. В общем, не так теперь гармонично смотрится, как хотелось. Вот. Вязала я его из пряжи Yarnor jeans. Это основной оттенок коричневый, бежевый и темно-фиолетовый. А светло-фиолетовые свитерочки я вязала из пряжи Cartopo amigurumi. Кто не знает эту пряжу, это у нас карта по amigurumi. Здесь, видите, специальные игрушки о amigurumi нарисованы. 50 грамм на 130 метров. Эта пряжа толще, она больше хлопковая на ощупь. И она немножко потяжелее вяжется. Но, в принципе, все очень хорошо. Так. К этому мишке я также связала шарфик лавандового оттенка. Светлый. Я думаю, подойдет. Вот так вот смотрится. Симпатично очень. И эта пряжа у нас получается фиджи. Это семеновская пряжа. Если я сейчас не ошибаюсь. А, это и пряжа из Троицка. Извиняюсь, это пряжа из Троицка. Такой вот оттенок. Я в свое время взяла очень много фиджи по акции. И теперь вот как раз таки в шарфике она прям очень идеально подходит. Ну, когда есть определенный цвет. Здесь 95 метров на 50 грамм. Ниточка толстая. Я вязала шарфик крючком номер 5. Получается 20% шерсти мериноса, 60% хлопка и 20% акрила. Состав ниточки хороший. Но игрушки из нее вязать если только крючком 2,5 и немножко нужно помучиться. Потому что она немножко туго идет. Я как-то уже вязала одну игрушку с этой пряжей. Очень симпатично получается. Когда вот эти вот просветы беленькие выскакивают на игрушки. В общем, очень здорово. Ну, аксессуары вообще супер смотрятся. Вот как раз такие как шарфик, шапочку с нее связать. Очень классно и гармонично будет смотреться. Вот, в принципе, такой вот у меня результат на сегодняшний день. Коллекция моя пополняется. Сегодня я в Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме задала вопросик. Какую игрушку дальше вязать. Уже было несколько вариантов. Вот, хочу посмотреть, подумать, как ее связать. Как ее связать. И что у меня получится. Но это вы уже увидите завтра. Все, я буду с вами на этот момент прощаться. Так что до завтра, до среды. Пока-пока. Всем привет! Сегодня новый день. Точнее, уже ближе к вечеру. Я сегодня практически ничего не снимала. Сегодня муж на выходном. В основном домашние дела, суета. В общем, сегодня мы ходили в магазин. И муж, естественно, заказал мясной пирог. Конечно же, я приготовила мясной пирог. Сейчас буду ложить в духовку. Тут он немножко у меня порвался. Но ничего страшного. Посыпала кунжутными зернышками. Это, получается, тесто готового производства. Магнит. Внутри фарш индейки уже обжаренный. И сейчас его поставлю в тепленькое место, чтобы немножко приподнялся. И потом будем кушать. Вот. Покушаю. И будет целая ночь у меня, чтобы повязать. Сегодня мы проснулись очень поздно, так сказать. Практически ближе к 12 часам. Сегодня мы выспались. Повяжу. И надеюсь, что будет показать вам завтра. Завтра я планирую связать. Точнее, на завтра я планирую вам показать две готовых игрушки. Одна игрушка у меня наполовину готова. Я связала тельце и две ручки. Голову еще не начинала. И как раз-таки думаю сегодня закончить вечером. А завтра начать новую, чтобы вечером вам показать уже свой процесс. Вот. В общем, пойду дальше смотреть сериалы. Подожду, пока приготовится пирог. И уже до завтра. Пока. Так, ну что, вот так вот, некрасивенький, но надеюсь, очень вкусненький пирог у меня получился. В этот раз как-то тесто засушилось больше, хотя промазывала. Но надеюсь, будет вкусно. Я немножко его еще пропитала молоком теплым. Надеюсь, не зря. Сейчас посмотрим, что получилось. Девочки, всем доброе утро. У нас сегодня уже четверг, точнее у меня. И получается, вчера я не снимала, не показывала вам вязальные процессы. Сегодня у нас уже утром. Я решила вам показать игрушку, которую я успела связать. Вы ее, кстати, уже видите на экране. Это мишка в расцветке Винни-Пуха. Пополнила мою коллекцию. И вот такой вот малыш у меня получился. Здесь разница в чем. Он получился немного меньше, чем другой мишка. В плане того, что сама пряжа, вот оранжевая и красненькая, она по структуре немножко меньше, чем остальные. И получился немножко меньше, как бы миниатюрный, так сказать. Но в целом практически рост такой же. И хвостик забыла сделать. А в целом так он остался такого же примерно размера. Он вышел у меня, скажу, 12 сантиметров. В принципе, результат хороший. И все. Долго зацикливаться на нем не буду. Вышила бровки, реснички небольшие. И носик черненький сделала больше. И также связала ему шарфик из пряжи Фиджи. Пряжа Троицка. Зелененького оттенка. Тоже долго думала, какой оттенок сделать. Но решила, что это будет зелененький. Коллекция моя пополняется. Сейчас у меня в процессе мишка Тедди. Я решила связать мишку Тедди. И нашла как раз таки пряжу, которая очень хорошо, думаю, к нему подойдет. Это пряжа Аделия. Аделия, Аделия. Название не скажу. Покупала ее очень давно. Года два, наверное, назад. В Леонардо. И получается, сейчас я про нее вспомнила. Как раз таки вот, когда начала, хотела связать Тедди. Потому что она такая более ворсинистая. И можно ее будет начесать. Я уже, конечно же, связала голову. И немножко начесала. У меня липучка уже такая не очень качественная. И получается, шерсть очень мало вытянулась из вязания. Но, в принципе, все равно видно, как волосики. Но, в принципе, видно, что он такой волосатый и начесанный. И как бы я пришила. Точнее, я как бы приделала одно ушко из Ярнарджинса. И одно ушко из Адели. И теперь хочу выбрать, какой оттенок пришить. Так как я не буду пришивать закладку вязаную. Она очень громоздко смотрится на маленькой голове. Хотя размер сделала небольшой. Решила, что не буду делать. Либо, может быть, из фетра вырежу кусочек и приделаю. А так пока останется без накладочки. Вот такой вот небольшой процесс. Также миску Теддика я планирую связать из пряжи Ярнарджинс. Тоже посмотреть, как он будет выглядеть и сравнить. В принципе, процессы небольшие. Хочу сегодня довязать 2 игрушки, 2 Теддика. И в пятницу начать тоже какую-нибудь игрушку с утра. И чтобы вы уже в пятницу могли посмотреть. Могли на выходных посмотреть. В общем, пойду дальше вязать. Всем хорошего дня. Встретимся чуть позже. Вышли прогуляться. У нас в Краснодаре. Посмотрите, какая красота. Очень тепло. Идем до фикс прайса. Хочу посмотреть что-нибудь. Просто хочу посмотреть что-нибудь и купить липучку. Еще раз попробовать начесать мишку. Может быть, он более пушистый будет, когда липучка новая еще. Посмотреть, как получится. Вон там где-то моя дочь в розовом. И папа идет. А так очень тепло. В общем, возвращаемся уже домой. Ничего интересного мы не взяли в кис прайсе. По крайней мере, ничего интересного я для себя не нашла. Только вот взяла декоративную пленочку. Хочу детский стол обклеить туда, чем я его разрисовала. И пленку на окна. И вон, муж несет пакет. Там всякие вкусняшечки, чипсики, все такое. Идем домой. Добрый день. У нас уже сегодня пятница. Почему я все время говорю у нас? Сегодня у нас у нас. Сегодня у меня пятница. Я успела связать только одного Тедика. Успела довязать ему сегодня ручки. Буквально вот перед съемкой приделала ему ручки пришила. А шарфик я связала уже вчера. То есть, первым делом я сначала связала, оформила его полностью туловище и голову. И связала шарфик. А ручки оставила на последний момент. Так, ну что. В принципе, образ я постаралась передать игрушке в стиле Тедди. Без... Все-таки решила не делать закладки. Не буду я их делать. Опять я хвостик забыла. Так, надо сейчас... Видео отсниму и приделаю всем хвостики. Почему-то мишки у меня страдают. Все с хвостиками, а мишки у меня без хвостиков. В общем, сбилась. Так. Получается, мишка у нас 13 сантиметров. Он получился немножко больше, чем мишка Винни-Пух. Перед этим я показывала. За счет того, что пряжа более толстенькая. И вязала крючком 2,25. Эффект... Эффект... Эффект мне очень понравился этого мишки. Правда, жалко, что... Липучка у меня плохая. И он мало вытащил пряжи из игрушки. Пряжа мне тоже понравилась. Хочу еще заказать на пробу. Буду заказывать, скорее всего, на Валберсе. Потому что, чтобы быстрее пришел. И один моточек. На Валберсе эта пряжа стоит 211 рублей. В магазинах Леонардо 170. Но пока до магазина я доеду. Пока там время потрачу. Туда-сюда, в принципе, проще заказать один моточек. И даже цена на маршрутку будет такая же, если сложить. Даже немножко дешевле. Вот. Хочу связать такого же коричневого оттенка. И посмотреть, как они будут выглядеть. Мне очень нравится эффект. Так. И к нему же я связала шарфик. Но сделала более длинный, чем обычный на игрушках. И мне нравится, когда игрушка. Маленький мишка. И на нем такой пушистый большой шарфик. Вот. Немножко аккуратнее, конечно, завязать. И вот так он у меня получается. Результатом я довольна. Это шестая игрушка на этой неделе. Конечно, планировалось хотя бы игрушек 8 связать. Но 6 игрушек тоже вполне хороший результат. Такими темпами, в принципе, я подготовлюсь к ярмарке. Плюс еще надо связать несколько игрушек и для магазина. Вот. 6 игрушек у меня в коллекции. Моя цветная банда. Так. А какие у меня планы? Я же планировала в среду, в четверг поснимать, повязать лисенка и енотика. Но для лисенки я не нашла подходящую пряжу. У меня есть ярный джинс, но он светло-оранжевый. И я как раз таки заказала пряжу. 10 числа она придет уже. И как раз таки следующий влог я сниму с распаковкой пряжи. Покажу, какие оттенки я выбрала. Какие сейчас цены в интернетах. И, в принципе, буду довязывать остальной состав уже на следующей неделе. И у меня еще есть одна задумочка. Я хочу связать по этой же схемке, да, по этой же схемке тела и туловища только одного мультяшного героя. Мультик это русский. И мне хочется связать и посмотреть, как будет реагировать на него на ярмарке. Вот. Если, конечно же, вам и понравится такой образ, я знаю, что очень много знают этого персонажа. Я думаю, если понравится, конечно, то я запишу также мастер-класс на него. Будет в коллекции. В общем, по таким вот маленьким схемкам можно много вязать игрушек и собирать целую-целую коллекцию, целую банду. Так, ну что я еще хотела сказать. В принципе, результатами я довольна. Мне осталось связать панду. Вот как раз-таки тоже белый оттенок я заказала. Он идет у меня в посылке, чтобы отсвязать и сфотографировать коллекцию Мишат. Вот. И связать Мишку Тедди в оттенки Ярнар Джинса. Еще пандочки сюда не хватает. И будет целая коллекция Мишек. Вот. Вот-вот. Вот. У меня слово паразит вылез. Ну что. На этом этапе я, наверное, буду с вами прощаться. Увидимся с вами уже на следующей неделе. Мастер-класс, кстати, мастер-класс по жирафику у меня уже вышел. Есть в печатном формате в группе ВКонтакте и в печатном формате на сайте Яндекс.Дзен. Все ссылочки на мастер-класс я, конечно же, оставлю внизу. Проходите, вишите, присылайте свои результаты. У меня ВКонтакте в группе есть открытый фотоальбом, где вы можете сами загружать свои фотографии. Вот. Если где-то я кого-то пропущу, когда девочки в основном в Инстаграме присылали, я не всех вижу, потому что быстро пропускается. А тут вы можете самостоятельно загружать фотографии по моим мастер-классам. Буду очень рада вашим новым фотографиям. Буду смотреть и радоваться и пополнять наш фотоальбомчик. Вот. Мишки буду складывать. Вот. Конечно же, красиво будет смотреться, когда корзиночка полная, но не успела. Вот такой вот у меня недельный отчет получился. Так что буду с вами уже прощаться и до следующего влога. Следите за новостями, потому что следующий мастер-класс может выйти уже через несколько дней в печатном формате на одного из игрушек. Все. Подписывайтесь. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok